всем привет всем спасибо кто подписывается на мой канал и сегодня я хочу поговорить о том зачем мы вообще воздерживаемся потому что для каждого человека я смотрю воздержание имеет какую-то определенную цель для кого-то это набрать массу для кого-то похудеть для кого-то пикап петелок но я хочу сказать что воздержание должно быть только одна цель и сейчас мы поговорим какая наблюдая за многими постами других парней по поводу воздержания я заметил что многие из них ставят своей главной целью это найти девушку или заняться сексом хотя достаточно большое количество парней имеют девушек и при этом хотят воздерживаться то есть они не ставят своей целью секс но все же как минимум в сша на главном форме о борьбе с анонизмом нофап 90 процентов постов состоят из вопроса о том как воздержание влияет на их пикап игру с противоположным полом что не удивительно так как на западе если честно есть большая проблема с нахождением человека с вагиной я считаю что все эти люди неправы и пытаются использовать воздержание их энергию совершенно неправильном направлении воздержание в первую очередь очищает ваш разум от похоти и делает вас нормальным люди которые злоупотребляли порно и мастурбации на протяжении многих годов полностью изменили себе мозг он у них так скажем перепрошился чтобы понимали вся эта ультра стимуляция мозга через порно и других материалов сексуального характера происходит в предлобной части мозга а эта часть отвечает за мотивацию принятие рационные рациональных решений и самоконтролю и выходит так что при длительном просмотре порно эта часть мозга просто изменяется потому что наш мозг постоянно меняется зависимости от обстоятельств к примеру если вы будете работать таксистом на протяжении какого-то времени то мозг начнет распознавать и ориентироваться в пространстве гораздо проще и часть мозга который отвечает за это будет активировано гораздо сильнее чем другие части что логично потому что таксист постоянно передвигается в пространстве его мозг начинает привыкать к этому также можно объяснить почему всегда сложно начать учить что-то новое так как мозг начинает перестраиваться и это достаточно большая нагрузка но как нейронные пути сформируются для этого навыка то все станет гораздо легче так вот когда вы начинаете воздерживаться особенно от порнографии то вы перепрошиваете свой мозг на нормальную стадию и этом объясняется появление мотивации делать что-то полезное и так далее и ни в коем случае нельзя использовать эту мотивацию на нахождение девушки когда вы очищены от зависимости у вас появляется потенциал что-то поменять и стать тем кем вы предназначены стать каждый из нас может стать кем-то просто надо найти свою страсть и заметьте многие из нас не имеют понятия что они хотят делать потому что мы уже не знаем даже себя например когда я был зависим я только об этом и думал я не думал ни о чем я не чувствовал никаких чувств у меня не было никакой цели у меня была только одна цель это смотреть порнографию и растягивать это удовольствие как можно дольше наш разум настолько искажен всякой бесполезной херней как порно и есть другие вещи например youtube видосики разоблачение скандалы бесполезные социальные сети что у нас нет времени на то чтобы услышать наш внутренний голос что мы реально хотим делать ну уничтожаем все дофаминовые рецепторы в нашем мозгу ничто не приносит больше радости и у нас появляется конечно же депрессия но когда вы уже стали на верный путь и воздерживаетесь ни в коем случае не надо искать девушку это не должно быть главная ваша цель даже не стоит ставить цель как просто начать лучше выглядеть то есть идти в качалку мышцы это не главное главное это личностный рост в плане того что нужно начинать читать повышать свой интеллект находить свою страсть потому что многие люди используют эту силу в неправильное русло конечно же когда вы воздерживаетесь у вас появляется энергии вы хотите ее как-то потратить вы начинаете может быть заниматься идти в качалку упражнение все такое это правильно это хорошо но все же не стоит на этом только зацикливаться не забывайте что у нас есть развитие как и физическое так и интеллектуальное когда вы поборете свои зависимости и раскройте свой полный потенциал и потом добьетесь своей цели тогда можно начинать искать все девушку потому что вы уже всего добились вы успешны вам нужно если так смотреть с природной стороны продолжать свой рот не обязательно продолжать свой рот если вы не хотите ребенка можете просто завести девушку и тогда иметь с ней веселые моменты но я не рекомендую искать девушку тогда когда вы ничего не добились и просто чувствуете себя хорошо от воздержания я уверен что многие из вас даже не знают что вы хотите делать в вашей жизни а это очень важно потому что каждый из нас должен стать с кем-то мужик должен творить мы должны что-то создавать а не просирать свою жизнь на интернет на порно и просто прожигать весь свой потенциал это все что я хотел сказать в этом видео саморазвивайтесь добивайтесь своей цели и будьте счастливы пока